Кстати, я к ним хорошо отношусь ко всем. Они реально, ребят, хорошие. Я вырос в туалете системе очко. Я увидел унитаз впервые в армии. Ну, это такая натянутая на глобус вообще ерунда. Ну, это пиздец какой-то просто. Ну, сколько можно? Окей? Я сказал. И много что сказал. Не надо мне, пожалуйста, это предъявлять. Не принимаю. Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. Мне можно это простить? Ошибся, допустим. Давайте прошу у всех прощения. Ну, давайте мечтать. А можно быть реалистом. А реалистично это никогда не будет. Кто-то намеренно избегает, кому-то это неинтересно. Вот мне неинтересно. Они все очень, на мой взгляд, тупые. Они все, там сказать, примитивные. У них какое-то чинопочитание там, какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Мне вообще они неинтересны. Я не хочу с ними разговаривать. Я это не понимаю. Мне это неинтересно. Вот мне лично это неинтересно, а за других сказать не могу. Круто! Да это ж круто! Я уважаю, что они делают. Но, как бы, я не понимаю, то есть, виноваты ли мы. Да, конечно, мы все виноваты в этом пиздеце. Все мы виноваты в этом пиздеце. Вся Россия. Я реально прихерял. Они реально хотят эту войну. В массе своей. Но это не могут быть столько ботов. Это мы, это наши люди. Но, к сожалению, ты видишь, что творится в массовом сознании населения. Это, конечно, печально. Это печально. Эти люди читали, я не знаю, какие-то гуманистические вещи, книги. А потом они, так сказать, идут и стиральные машины вырывают. Болтовня. Хватит эту болтовню слушать. Америка. Это крутая страна. Как это происходит, я не понимаю. У кого-то это щелкает, а у кого-то это не щелкает. Если честно, я день первый ничего не понимал. Я, как бы, не понимал весь масштаб этого пиздеца. Я думал, это просто что-то какая-то там, ну, знаешь. Я не очень понял контейн. Что-то был занят еще в этот день. Я не мог в это поверить. Это было невозможно. Я спорил со всеми. Я первый назвал слово «война». Никто не сказал «война». Я сказал «война». Ну, мне взяло где-то 48 часов как бы осознать вообще, что происходит. Как бы потому что я не мог в это поверить до сих пор. Дай им Бог здоровья, спасибо за то, что они меня спасали. Если бы не они, я бы, конечно, не выжил. Я столько смертей насмотрел. Там смертность, ну, там, за 50%. 50, 60, 70, 80, 90. Я смотрел на этот калаш и думал, боже мой, хочу видеть внуков. Боже мой, хочу выжить. Ну, что это за пиздец такой? Ну, как это может быть в 21 веке? Хочется умереть достойно. И чтоб тебя семья вспоминала. И дети тобой гордились. Да, мне было страшно. Но я это сделал. Они, безусловно, ошиблись. Это было, скорее всего, бюрократическая просто спешка. Ну, конечно, мы знаем, чеков. Ну, конечно, мы же знаем. Ну, они знают. Они знают. Я не знаю. Они не смотрят на высказывания. Это у всех такое вот есть понимание, что кто-то что-то сказал или не сказал. Это так не работает. У них там какие-то другие были. Они по фактам. Я это никак не вижу, Юра. Я хочу, чтобы остановился весь этот пиздец. Весь это все это месиво кровавое. Ну, я как будто не совсем понимаю, как это работает. Я говорю, Миш, мне похуй. Я так чувствую. Ну, вот какая разница? Ну, вот какая разница? Все говорили, да, тобой крайне недовольны. И мы считаем, тебе надо быть аккуратным, там, сказать, со своей личной безопасностью. Потому что там твои заявления, типа, не зашли. Супер гуд. Сомнительно, но окей. Они классные. Там классные ребята, продвинутые, молодые. It's окей. Но это их выбор. И я не могу на них, их осуждать. Ну, хотя осуждаю. Ну, так. Не глубинно, но осуждаю. Я знаю только одно. Он мне никогда ничем не помогал. И никто мне не может это предъявить. Он мне не предлагал помогать, а я его не просил. Ну... Я его знаю как хорошего человека. Да, у него поганая работа. Ну... Простите его. Я реально заплакал. И я от всего своего сердца желаю тебе здоровья и выжить. Блядь, я заплакал. Ни-ху-я. Вот просто Ни-ху-я. Она уже в раю. Она ангел. Я, если честно, я обрадовался. Я сказал, вот же суки, вот получите. Ну, ты понимаешь, он все равно же не здоров. Вот объективно. Он же не здоров. Мне трудно его в какую-то корзину в одну поместить. В нем, как и в нормальном человеке, сочетается куча негатива и куча позитива. Он, безусловно, вызывает много положительных у меня эмоций и уважения. Но в то же время я ненавижу его за многие вещи. Это было не просто смело. Это было пиздец, как смело. Никто, никто с подобным состоянием или не мог себе позволить такую фразу. Я это сказал. Подзаебала эта тема. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...